0 часов 24 минуты карпатия кун арт-лайн доброе утро старина знаешь ли ты что на мысе код для тебя есть сообщение радист карпатии только что вернулся в радиорубку и не был в курсе произошедшего 0 часов 25 минут титаник карпатии white star line немедленно идите на помощь мы столкнулись с айсбергом это и кт приятель наши координаты 41 целая 46 сотых норд 50 целых 14 сотых вес 0 часов 25 минут карпатия титанику кун арт-лайн передать это капитану вам нужна помощь 0 часов 25 минут титаник карпатии white star line до приходите скорее 0 часов 27 минут титаник white star line требуем немедленной помощи столкнулись с айсбергом тонем в 41 целые 46 сотых норд 50 целых 14 сотых вес ничего не слышно из-за грохота паровых труб карпатия была небольшим пассажирским пароходом ее максимальная скорость составляла всего 14 узлов она 11 апреля отправилась из нью-йорка в триест с промежуточными остановками в генуи и неаполе на ее борту пустовала почти половина кают сразу после получения сигнал бедствия с титаника капитан артур растрон приказал сменить курс и идти к тонущему судну чтобы развить как можно большую скорость к топкам вызвали подвахтенных кочегаров свободная смена на карпатии были отключены отопление и горячая вода благодаря этому лайнер разбил рекордную скорость 17.5 углов капитан растрон собрал весь экипаж и приказал готовить судно к приему более двух тысяч человек первому помощнику капитан приказал подготовить к спуску спасательные шлюпки открыть все входные порты в бортах судно и подвести к ним свет завести дополнительные тали подготовить беседки для поднятия на борт раненых и больных и парусиновые стропы для приема детей из всех входных портов спустить за бортные трапы и приготовить грузовые сетки для подъема людей судовому врачу велено было подготовить все средства для оказания первой помощи все обеденные салоны переоборудовать в медпункты стюардом надлежало собрать вместе всех пассажиров третьего класса чтобы освободить как можно больше постелей для размещения пассажиров третьего класса титаника других пострадавших в случае необходимости предполагалось разместить в курительном салоне холли и библиотеке чуть позже philips передавал g и кт хе коэкт позишн 41 целых четырнадцать сотых w require immediate assistance we have collision with iceberg sinking can't hear nothing for noise of stream ng и кт вот правильные координаты 41 целых сорок шесть сотых n 50 целых четырнадцать сотых w требуем немедленной помощи у нас случилось столкновение с айсбергом тонем ничего не слышно из-за грохота паровых труб это сообщение повторялось следующие 15 или 20 минут затем гарольд брайт предложил товарищу пошли сос это новый сигнал а то тебе может быть больше никогда не придется посылать его джек филлипс посмеялся над его шуткой и в 0 часов 45 минут с титаника был послан сигнал со существует распространенное заблуждение что впервые в истории сигнал сос был подан именно с титаника в ноль часов 45 минут в действительности этот случай был поменьше мере восьмым по счету примерно в это время японское судно и пиранга поймала его слабый сигнал и и кт сос соса кт и кт дм джи быстро тонем пассажиры призывы о помощи повторялись еще 30 минут но большая часть кораблей слышавших их было слишком далеко virginian 170 милях 273 километра брат близнец титаника олимпик в пятистах милях 804 километра многие похожи просто не понимали что происходит в 1 час 25 минут олимпик телеграфировал идете ли вы на юг навстречу нам мы эвакуируем женщин в шлюпках ответил филлипс радист франкфурта настолько дотошно выспрашивал подробности происшествия что разозленный джек в конце концов грубо оборвал его дурак слушай и не мешай работать один час двадцать минут корония титанику кунарт лайн балтик идет к вам на помощь один час двадцать минут радиостанция мыса рейс вирджиниан идет к вам на помощь находясь в 170 милях севернее 1 час 25 минут олимпик уайт старлайн 40 целых пятьдесят две сотых норд шестьдесят одна целая восемнадцать сотых вест идете ли вы нам навстречу после мою 1 час 25 минут титаник олимпик уайт старлайн мы сажаем женщин спасательные шлюпки 1 час 27 минут титаник всем суда муайт старлайн всем 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 мы сажаем женщин спасательные шлюпки в 1 час 30 минут оператор титаника телеграфировал мы высаживаем пассажиров маленькие шлюпки в 1 час 45 минут филипс передал просьбу радисту карпасе приходите как можно скорее старина вода в машинном отделении дошла до котлов два часа ровного джинниан еще ловила его сигналы но они были очень слабы из-за падения напряжения передатчики пытаясь отрегулировать искроразрядник так чтобы продолжать работу джек филипс отступал две буквы в как раз и принятые на американском лайнере к тому времени младший радист гарольд прайд каким-то чудом смог надеть на своего товарища не отрывавшегося от работы пальто и спасательный жилет когда дело дошло до сапог филипс спросил остались ли еще шлюпки а то может быть сапоги уже и не нужны я вышел на палубу и огляделся вода была уже очень близко к шлюпочной палубе там царила настоящая паника и как бедняга филипс продолжал работать несмотря на это я не знаю он был храбрый человек я полюбил его в ту ночь и внезапно почувствовал настоящее благоговение глядя как он продолжает спокойно работать когда все вокруг мечется мне я никогда не позволю себе забыть ручки лица в последние угасные минуты шлюпочная палуба начала покрываться водой филипс безотрывно посылал и посылал сигнал он продолжал делать это даже спустя 10 или 15 минут после того как этот грамм освободил затем вода полилась на нашу руку потом заботал случилось то что я ненавижу я вернулся в свою комнату чтобы взять деньги филипса и когда я выглянул за дверь увидел к шигар или кого-то с нижней палубе дошедшего филипса со спины филипс был слишком занят чтобы замечать что этот человек делал а тот отстегнул со спины филипса спасательный жилет прайк прибежал к шигару чтобы помешать ему филипс скачился своего места завязала схват в конце концов гарольду придалось схватить гора за пояс а старший радист несколько раз ударил его оставив шигара в радиорубке труба оператора вышли на полу последний сигнал спитания был зафиксирован примерно в два часа семнадцать минут после того как капитан спит освободил радиоператора филипс побежал по направлению в корме суммы а брайк присоединился к тем кто пытался освободить складные шнурки а именно трешек а и для командового состава им не суждено было убиться снова два часа двадцать минут титаник полностью ушел под воду два часа двадцать минут один пик вирджиниан уайт старлайн слышно что-нибудь от нынжи два часа двадцать минут вирджиниан all online нет строго слежу но больше ничего не слышу от нынжи он не отвечает осталось неизвестным что точно случилось филипсом после того как затонуло судно кто-то из спавшихся утверждал будто старший радист титаника добрался до перевернутой парусиновой шлюпки вы и даже подбадривал товарищей по несчастью перечисляя какие суда и как скоро придут к ним на помощь однако в почти полной темноте не сложно было спутать его с гарольдом брайдом который также спасался на этой шлюпке тем более что мало кто на лайнере знал телеграфистов в лицо более или менее достоверными источниками являются заявления самого брайда о том что он видел тело джека филлипса едва ли не перед самым прибытием на карпатию один человек был мертв я перебрался через него и достиг лестницы мои ноги ужасно болели мертвец был филипсом он умер на плату от усталости и холода полагаю он был уже измучен когда случилось крушение он выполнял свою тяжелую работу пока не прошел кризис а затем наверное просто погиб от упадка сил и второго помощника капитана чарльза лайт аллера в своей автобиографической книге титаник и другие суда также упомянувшего о том что видел филипса на парусиновой лодке филипс старший радист стоявший рядом со мной назвал мне различные суда откликнувшиеся на наш призыв как выяснилось информация филипса и подсчеты были приблизительно правы хотя бедняга филипс не дождался спасение я думаю это было последнее ужасное волнение выбившие опору из-под филипса потому что он вдруг соскользнул вниз и хотя мы поддержали ему голову он так и не пришел в себя я настаивал на том чтобы его взяли в шлюпку вместе с нами надеюсь на то что он может быть все еще жив но было уже слишком поздно при этом среди останков погибших джек филипса поздно не был куда подевалась тело если он действительно спасался на перевернутой парусиновой шлюпки непонятно